Живописная бухта теперь полностью оправдывает свое название. Здесь завершился первый этап комплексного благоустройства. На набережной сделали разноуровневые пешеходные дорожки из массива лиственниц и гравийного покрытия. Установили амфитеатр с вечерней подсветкой и малыми архитектурными формами, а также обустроили лестничные спуски. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел результат работ, пообщался с жителями и внес свои предложения. Хотя вот свободное пространство есть, может быть детские площадки какие-то или нет. Какой-то горочке. В следующий этап, когда взъятие пройдет уже. В живописной бухте уже появились деревянный пирс, песчаный пляж, площадка для занятий йогой и уличные тренажеры. В рамках озеленения территории высадили 700 кустарников, 500 деревьев и 100 лиан. Для удобства жителей рядом скоро откроют пешеходный переход. Синхронизируем с МТДИ пешеходный переход. Через Микинское шоссе. Чтобы жители этого квартала спокойно перемещались. Чтобы жители могли спокойно перемещаться. В рамках первого этапа благоустроили 300 метров береговой линии общей площадью порядка двух гектаров. В следующем году планируют сделать еще 800. Второй этап уже подразумевает как раз прогулочную набережную до Рублевского пляжа. На сваях такую же вот из лиственницы. И она должна по всему берегу идти и заканчиваться у нас парковкой на Рублевском пляже. Второй этап благоустройства живописной бухты будет завершен осенью 2023 года. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Толмачева, телекомпания «Одинцова». Толмачева, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...